Добрый день. Ситуация в зоне ответственности народной милиции Луганской Народной Республики существенных изменений не претерпела и остается напряженной. За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Нижнее Лозовое, Калиного, Веселогоровка и Сокольники. При обстрелах украинские силовики использовали 120 и 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 68 мин и гранат. Украинские кратери активизировали воздушную разведку на участке местности в районах населенных пунктов Ново-Ташковская, Крымская и Трехизбинка. Не исключено, что после неудачной провокации в районе населенного пункта Желобка противник пытается найти слабые места в нашей обороне с целью продолжения провокационных действий подразделений в отношении народной милиции нашей республики. С целью проведения тренировок с командным составом вооруженных сил Украины в населенном пункте Крымская прибыла группа иностранных инструкторов по диверсионно-подрывной деятельности. Киевские власти не оставляют попыток также пополнить армию новыми видами иностранного оружия. Порошенко заверил мировую общественность, что оружие необходимо украинской армии только для учебных целей и обороны. Но украинские силовики уже сейчас используют его для уничтожения мирных жителей Донбасса. Так, на прошедшей неделе мы передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего вооруженных сил Украины Дмитрия Сыскова. Хочу обратить ваше внимание, что ранее на его странице в социальной сети была опубликована фотография со снайперской винтовкой Чейтак М200, производства США. Данная винтовка активно используется украинскими силовиками, в том числе и против мирных граждан, живущих на линии соприкосновения, о чем мы неоднократно заявляли ранее. Наши подразделения непрерывно несут боевое дежурство, проводят мероприятия по боевой подготовке с целью поддержания высокой боеготовности и готовы к отражению любых провокаций и агрессий со стороны украинских властей. На текущей неделе в народной милиции запланированы занятия по специальной тактической разведывательной и огневой подготовке, включая практические стрельбы на войсковых полигонах.